У Путина их трое, и каждый обязан ему своим положением. Один хвастается, что первого русского убил в 16 и имеет армию в 30 тысяч штыков. Второй имеет две судимости. Три звезды Героя России и частную военную кампанию, в которой только зэков 20 тысяч. Третий начал карьеру убийством троих россиян, протестующих против ГКЧП. Продолжил массовыми убийствами мирных жителей в Сирии. А сейчас успешно могилизирует остатки кадровой армии в 60 тысяч и свежее мясо из мобиков, которых запланировано призвать до одного миллиона. Для превращения бегства с передовой применяется заградительные отряды. Путин и три генерала. Глубинному народу это видится так. Один за всех и все за одного. Три человека. Под рукой у каждого армия. Кто они? Колонны, на которых держится режим? Или штыки, что рано или поздно его скинут? Давайте откроем матрешку и посмотрим на эту банку с пауками ближе. Рамзан Кадыров привык к роскоши и безраздельной власти. Самые дорогие часы Кадырова стоят 2,5 миллиона долларов. Это Фрэнк Мюллер, который еще называет самыми сложными часами в мире. По факту, после капитуляции России во Второй Чеченской войне, которую подали как победу, Чечня получила и независимость, и контрибуции. Ну, как Чечня. Кадыров и семья. Спасибо вам большое. Мы всегда выполнили любой приказ. Спасибо, Рамзан. Пришедший на смену убитому отцу Рамзан полностью сконцентрировал власть в своих руках, расставляя близких ему людей на ключевые должности. Так, из 158 чиновников в Чечне 30% – это родственники главы региона, еще 23% – односельчане, и еще 12% – его друзья и их родственники. Мы же не Америка, а свобода слова, демократия, для нас важнее всего. Главный финансовый орган Чечнини Минфина – фонд имени Ахмата Кадырова. Здесь руководящие должности занимают мать и жена Кадырова. Все в дом, все в семью. На 46-летие Кадыров получил звание генерал-полковника, но так как он ни дня не служил в русской армии, звание пришло по линии Росгвардии. Дальше буду работать, и завтра будет хороший результат. Его не любят военные силовики, но пока Путин держит ситуацию под контролем, ручному псу позволяется гавкать даже в сторону генералов, проигрывающих войну в Украине. Полный беспредел был. Примечательным стал конфликт Кадырова и генерала Лапина после того, как за ИСУ совершили молниеносный прорыв на Харьковском направлении и отбили Лиман. Конфликт быстро сошел на нет. Только в этом конфликте Рамзана неожиданно поддержал Пригожин. Кадырова в своем, в его гневе поддержал Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера. Он заявил, цитирую, «Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, не совсем, не совсем не в моем стиле, но могу сказать, Рамзан, красавчик, жги». Евгений Пригожин, миллиардер, бывший зэк, собственник ЧВК Вагнера, трижды герой России. Ну, какая страна, такие герои. Это тебе не мелочь по карманам тырить. В 18 лет Пригожин получил первый срок за кражу, но осужден был условно. А уже в 20 лет за мошенничество, разбой, сутенерство, растления и вовлечения проституцией несовершеннолетних, Пригожин получил 13 лет. Хороший человек, салонку спер и не побрезгивал. Похоже, что завербовали его именно тогда, потому что после десятилетней отсидки вдруг прошение о помиловании и выход на свободу, как раз перед сменой власти в Ленинграде. Экссиделец неожиданно получил от команды Собчака не только кредит доверия, но и стартовый капитал для бизнеса. Я-то о таком ничего не знаю, во всяком случае. Будка с хот-догами стала стартом. Со временем он открывает ресторан «Нью Айленд», который так нравился Путину. Именно из-за этого долгое время Пригожина называли «повар Путина». Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Начало же карьеры в бизнесе на войне ознаменовалось реформой бывшего министра обороны Сердюкова. Солдаты освобождались от дежурств на кухне, а приготовлением пищи разрешили заниматься частным компаниям. Подряды на эту услугу неожиданно выигрывали компании, связанные с Пригожиным. Правильно, нужно кормить военных. Их много. И по мановению волшебной палочки наш повар получает эксклюзивный подряд на поставки продовольствия российской армии. Много денег. Много. В 2014-м Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Именно тогда активно использовалась кремлевская ЧВК, которую возглавлял Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер». На горизонте были боевые действия в Сирии, и «Вагнеру» были нужны деньги. Напрямую из казны дать их было невозможно. Но вы помните, в России принято «Жопа есть, а слово нет, да?» Поэтому финансирование пошло через структуры Пригожина. Тогда же повар Путина понял – бизнес на крови гораздо прибыльнее, чем бизнес на пюре и салатах. После Сирии и Ливии началась экспансия ЧВК «Вагнер» по странам Африки. Лето и арбалеты, ща «Вагнера» подъедут, где-то актизон монеты, танцуют их странеты. На начало войны в Украине его толком не позвали. Шойгу смог убедить Путина, что армия сильна и танки наши быстрые. После первых провалов пришлось все-таки звать. Но пресловутые солдаты удачи начали быстро кончаться. Оказалось, что воевать с украинской армией – это не убивать безоружных сирийцев или африканцев. «Ой, сука! Не надо! Не надо! Я не буду! Я больше не буду!» Сейчас в рядах этой ОПГ уже 20 тысяч. И даже то, что их быстро утилизируют на бахмутском направлении, Пригожина не пугает. В стране почти полмиллиона осужденных. Еще несколько десятков тысяч наберется. А кому не нравится, что рядом с кадровыми военными и резервистами в армии РФ, питерские друзья Пригожин и Путин скажут просто... «Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле Параши?» «Кто это?» «Никола Питерская». Тем более, что такая схема совместной работы ЧВК и армейских формирований была успешно отработана в Сирии, где Пригожин тесно сотрудничал с Суровикиным. Последнего на фоне тотальных факапов в войне недавно назначили командующим силы РФ в Украине. Ну и просто вот... При свидетеле я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Ничего нельзя гарантировать. Если я прижму к реке, по-моему, крышка. Нужен был ответственный и за сдачу Херсона и бомбардировки энергетической инфраструктуры. А преступные приказы Суровикин выполняет безукоризненно с самого начала своей карьеры. 1991-й. Во время столкновений в Москве сторонников Бориса Ельцина с лояльными ГКЧП военными Суровикин отдал приказ идти на прорыв, после чего нескольким БМП удалось прорвать баррикады. Тогда насмерть задавили троих москвичей. А ты наделал, скотина! Убил газа! Свалуй! После путча Суровикин 7 месяцев провел в следственном изоляторе матросская тишина и был помилован Ельциным. Похоже, ему понравилось, потому что в 95-м по обвинению в продаже пистолета получил год условно. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Наверное, уже тогда он понимал, что будущее российской армии за зэками и добровольно пошел на сближение, так сказать, и отработку навыков ботать по фене. Наше дело телячье. Обоссался и стой. Дальше карьера шла уже по намеченной линии. Больше крови, больше звезды. 2004-й. Чечня. И скандал с зачисткой станицы Бороздиновской, где убивали и издевались над мирными жителями. Это был непосредственно теракт, направленный на район строточения штурмового отряда. 2014-й. Ростов и отправка на Донбасс подчиненных ему танковых частей. Да, это те самые бурятские танкисты. Вы бурятский язык уже выучили, скажите? Нет. Нет, ну песни на бурятском языке я пою. 2017-й. Сирия и командование авиацией, которое целенаправленно бомбило больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. В том числе с применением химического оружия. По итогу за это награжден звездой героя РФ. По старой русской традиции. После начала крупномасштабного вторжения 24 февраля Суровикин командовал южным направлением и сменил в этом качестве командующего южным военным округом генерала Дворникова. И стал одним из фигурантов уголовных дел, возбужденных Украиной в связи с ударами авиации по гражданским объектам и гибелью мирных жителей. Наверное, поэтому Кадыров с Пригожиным рассыпаются в комплиментах этому мяснику. Кадыров назвал Суровикина настоящим воином, а Пригожин — легендарной личностью. И вот тут начинается самое интересное. В ночь с 7 на 8 октября кто-то взрывает Крымский мост. 8 октября командующим всеми направлениями становится Суровикин, который прекрасно научен бомбить объекты гражданской инфраструктуры еще в Сирии. А уже 10 октября под соусом от ветки за мост начинаются планомерные ракетные и дроновые атаки на украинские мирные города. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Переломить ситуацию на фронте они не способны. Да и не это главная цель. Главное, россияне в восторге. Наконец-то осуществляется их мечта. Украинцы гибнут. Их дома рушатся. Зимой они вымрут от голода и холода. Под шумок из информационного поля уходят Герасимов и Шойгу. Критика армии прекращается. У народа только и разговоров о Кадырове, Суровикине и Пригожине. Вот те, кто сможет привести к великой победе, думает обычный россиянин. Совершенно очевидно, что граждане поддерживают решительные действия президента. Настроение у многих улучшилось. А что Путин? Ответственность переложена. Информационное поле заполнено. Народ переключился. Чистки среди нелояльных военных прошли незаметно. Да и чем ему может навредить какой-то Кадыров, сирийский военный преступник или повар? Да и красные папочки с нужной информацией на каждого точно есть. Идеальная многоходовочка. Молодец, маневр хороший. Но если эти трое объединятся и тихо поделят между собой власть. Например, Суровикин станет министром обороны. Пригожин возглавит ФСБ, Акадыров, Росгвардию. Нужен ли им будет старый бункерный дед, который уже порядком надоел? И который всегда может отправить их следом за предшественниками? Шойгу или Герасимов? В самом плохом раскладе, если все-таки силовики решат избавиться от нарастающего влияния этой троицы, у каждого имеется своя армия, чтобы защищать собственные интересы. Каждый сам за себя. Он за хунжугли. Каждый сам за себя. Вариантов развития событий с каждым днем все меньше. Ни ракетные удары, ни так называемая линия Вагнера, ни тысячи заключенных и мобилизованных, которых смело можно назвать заключенно-мобилизованными, переломить ситуацию на фронте не могут. ВСУ уверенно отвоевывают украинские города и села. Украина повертает свои и будет повертать. Градус напряжения в банке с пауками нарастает. Остаться при власти – единственный шанс выжить. Это понимают и силовики, и эти трое, и Путин. Только кто-то в этой компании сейчас явно лишний. Всплывают два вопроса. Кто и кого? Запасаемся попкорном и, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok